итак для начала давайте вспомним немножко базовой теории звука нас сейчас интересует именно частотная составляющая и как возможно вы уже знаете частотный диапазон слуха человека от 20 герц до 20 килогерц то есть 20000 герц наши уши воспринимают но самые высокие частоты скорее они так больше ощущается чем четко слышится но считается именно по канонам так соответственно всех эквалайзерах и во всех приборах обработки частотный как правило используется именно этот частотный диапазон теперь подробнее что такое вообще частота что как они вообще строятся то есть если вы помните я надеюсь вы смотрели первую первый выпуск из серии просто сложным о основах цифрового звука если нет то не забудьте зайти на сайт logic pro help и ознакомиться с этим курсом там я более подробно рассказываю в том числе и об устройстве гармоник частот и так далее в этом курсе я так слегка затрону эту тему и так любой наш звук раскладывается на некие гармоники сам все гармоника это так называемые синусоида то есть обычные колебания на какой-то частоте то есть какое какое-то количество колебаний в секунду происходит у например объекта данных струны и так далее и помимо этого основного тона то есть основной ноты которую мы непосредственно воспроизводим на том или ином инструменте у него еще существуют дополнительные гармоники то есть такие же синусоиды которые по математическим законам расположены выше в спектре то есть по определенным частотам и благодаря этому складывается единый тембр то есть такое понятие как тембр звука когда мы уже различаем что это за инструмент то есть какой как я не часто очень говорю пример можно взять одну и ту же ноту на абсолютно разных инструментах любой человек скажет что это одна и та же нота но при этом любой же человек скажет что это разные инструменты то есть никто никогда не спутает звук фортепиано со звуком гитары там или голоса и так далее все это благодаря как раз таки вот этим вот набором гармоник так вот зная это у нас есть наличие такой инструмент как эквалайзер которым мы с вами сегодня поговорим и помимо эквалайзера также еще и сатуратор а в нем мы тоже сегодня поговорим давайте начнем с эквалайзера что такое эквалайзер я сейчас открою встроенный эквалайзер в logic то есть по сути эквалайзер эквалайзер это ну набор некоторых фильтров там разных форм и так далее сейчас мы это все подробнее еще рассмотрим этом курсе но я хочу чтобы вы понимали основную вообще идею от этого прибора то есть что это такое по сути это ручка громкости для отдельных частот то есть когда мы с вами на там в микшере да на канале прибираем громкость частот делаем там точнее громкость канала делаем громче или ниже мы по сути все частоты вот тот отпечаток частот которые есть до которых например я показывал вот этот вот этот отпечаток частотный нашей конкретной ноты для нашего конкретного звука мы как бы делаем тише то есть вот шкала громкости слева у нас по вертикали как бы все вот это опускаем ниже либо все поднимаем выше таким образом больше происходит давление определенных частот на наш слух то есть а что нам позволяет делать эквалайзер эквалайзер это как представьте такие тысячи тысячи громкостных ручек каждый из которых относится к конкретной частоте сейчас мы рассматриваем параметрический эквалайзер о типах и видах эквалайзеров мы поговорим в следующем уроке более подробно сейчас я здесь так водный такую информацию даю так вот у нас значит здесь есть зоны частот каждый из которых имеет какой-то свой характер и а благодаря вот этим вот фильтром мы с вами можем влиять на отдельные области частот то есть что значит влиять влиять именно менять их громкость относительно других частот то есть таким образом мы меняем уже тембр инструмента потому что как я уже говорил у нас есть некий исходный тембр который был записан там с микрофона или в линию неважно то есть нас есть некий отпечаток нашего звукового файла который состоит из основного тона у как правило самый громкий то есть это непосредственно та нота которая берется по этому тону мы определяем что взятом принота соль или но то да и так далее а по всем остальным гармоника мы определяем уже характер этого звука общего то есть он резкий например если очень много высоких частотных гармоник или он гулки если очень много серединистых низких и провал например вот здесь вот высоких и так далее то есть уже меняется характер и вот благодаря эквалайзеру мы этот самый характер можем еще до усовершенствовать то есть мы влияем на исходный звук и делаем его таким каким он нам нужен уже в наших художественных задумках то есть в композиции там или ну просто нам нужно как-то видоизменить звук по тем или иным причинам то есть для этого нам и служит эквалайзер то есть эквалайзер работает с теми частотами которые у нас есть в исходном звуке и позволяет на них воздействовать по с помощью определенных инструментов то есть в каждом типе эквалайзер это свои инструменты видео таких вот фильтров до которые можно настраивать менять полосу то есть на что мы воздействуем понижать вот так вот или повышать об этом подробнее расскажу в следующем видео именно уже как работать с каждым из эквалайзеров из типов эквалайзеров здесь пока просто рассмотрим общем то есть это понятно эквалайзер на служит для того чтобы воздействовать на спектр нашего звука то есть это 20000 герц который мы слышим и видоизменять тембр этого звука то есть какие-то частоты просто вырезать какие-то добавлять какие-то подчеркивать какие-то там чуть-чуть делать на них акцент какие-то можете вовсе вообще фильтры фильтровать и убирать это нам дает палитру возможностей то есть как именно формирование звука дополнительного да то есть например при записи ну бывает что не всем возможно учесть или например какой-то инструмент имеет какие-то свои изъяны например там не самая качественная гитара имеет там какие-то неприятные обертона и резонансы чисто по своим физическим свойствам там в зависимости от дерева от там струн и так далее и их можно в принципе гипотетически как-то попытаться решить с помощью уже вот таких вот хирургических можно сказать способов то есть воздействие на этот диапазон частотный и его изменения то есть пера уменьшить или набор подчеркнуть если нам не хватает какого диапазона и так далее то есть это понятно друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем который появится в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы logic pro help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучаете только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас далее второй тип приборов это так называемые сатураторы или еще их называют эксайтеры это более сложные сложные именно по своей разнообразности приборы тут я не могу какой-то канонический один прямо показать по принципу которых сделаны все существующие потому что каждый разработчик этих плагинов вкладывает какую-то свою идею в эти плагины но цель у них у всех 1 что такое exciting что такое сатурация это добавление несуществующих гармоник к тем гармоникам что у нас есть то есть у нас с вами опять вернусь к этой картинке есть вот такой отпечаток нашу допустим этот это звук допустим каком синтезатора так они клавиши синтезатора нажата и вот у нас есть звук если мы будем эквалайзером поднимать например высокие частоты то вот эти верхние гармоники просто увеличится в своей громкости то есть у нас будет такая картинка как бы вот идет на спад и вот здесь начинает подниматься благодаря благодаря нашему эквалайзеру но часто бывает такое что в звуке просто изначально нету нужных нам гармоник то есть опять таки из-за того что может быть сам инструмент не очень качественный или был записан не очень качественно плохой микрофон некоторые определенные гармоники которые нам нужны в нашей музыке в нашем произведении нашей композиции их просто ну попросту нету и как бы эквалайзером ты их не пытался поднять их там нет и соответственно эквалайзер ничего хорошего кроме шумов от проводов и от микрофонов он ничего не поднимет то есть наш звук в положительную сторону не поменяется но тут уже приходит на помощь именно сатуратор эквалайзер прошу прощения эксайтер и потому что они именно генерируют новые гармоники то есть они анализируют тот сигнал который на них поступает наш исходный этот отпечаток и по определенным уже своим заложенным в них разработчиками законом подмешивает новые какие-то гармоники то есть вот здесь вот между этими синусоидами могут появиться еще новые синусоиды может быть более громкие может быть тихие два заметные но это очень сильно влияет на тембр и влияет на наше восприятие этого звука то есть конечно же да не узнаваемости прям совсем вряд ли изменим звук но мы точно изменим его характер то есть мы сможем из гулкой записи сделать яркую запись и наоборот из очень такой лишенный каких-то басов и основы записи можно попробовать сделать восстановить такой некий бас какой-то гул средних в средних низких частотах то есть для этого именно и нужны вот эти самые сатураторы эксайтеры но не все так просто потому что очень часто характеры вот этих двух приборов эквалайзера эксайтеры немножко совмещены в каких-то общих приборах то есть что это например например это а плагины которые эмулируют аналоговые приборы у меня есть интенсив на эту тему отдельно где я более подробно рассматриваю такие плагины здесь конечно же я тоже коснусь на каждом из них подробно я останавливаться не буду буду рассказывать вообще в общем то есть информацию общую информацию об этих плагинах ну давайте я открою какой-нибудь эквалайзер какой-нибудь эмулирующий аналоговые приборы ну например то есть есть такой вот эквалайзер он эмулирует старые консольные эквалайзеры которые были встроены в микшерах в чем особенность этого эквалайзера в чем его отличие по сравнению с там обычным до эквалайзером я сейчас имею ввиду именно не интерфейс не органы управления а я имею именно его тип его работы именно тип его воздействия на звук наш основной звук разница в том что как я уже говорил вот таким обычным таким цифровым сухим скажем так эквалайзер мы просто как ручкой громкости можем поднимать целую серию каких-то частот которые нам нужно то есть поднять то есть у нас очень тихие низкие высокие частоты мы их можем так вот поднять и выровнять их по уровню там прежде со средними и с низкими частотами и наоборот например если у нас очень там гулки низкие частоты мы их можем вырезать там как-то убрать как ручкой громкости срезать отдельные элементы нашего общего звука так здесь в этом эквалайзере как правило еще подмешиваются гармоники то есть если например поставлю вот на там три целых три десятых килогерца мой фильтр то есть вот я буду делать что-то такое то есть вот поставлю на 3 и 3 герц и буду так вот поднимать с помощью вот этой ручки поднимать на сколько-то децибел эту частотную область помимо того что просто будет подниматься громкость существующих частот этот плагин еще будет подмешивать некоторые гармоники которые заложены разработчиками в характер этого плагина поэтому горы что сатураторы эксайтер очень сложно описать каким-то общем каким-то вот шаблоном что вот это эксайтер и все плагины существующие на рынке работают по этому шаблону вовсе нет потому что откуда вообще появился это понятие exciting почему это нужно это все идет со времен ранние звукозаписи то есть начало двадцатого века середина двадцатого века когда использовалась аналоговое оборудование построенная сперва на лампах на радиолампах вы наверняка их видели неоднократно и потом последствий на транзисторах то есть эти все электрические элементы вносили свои какие-то характеристики звук когда проходил по вот этим вот прибором по их электросхеме он обретал дополнительный характер то есть мы ну грубо говоря там 60 70 года на студии к записывали гитару с микрофона запись прежде чем попасть на пленку то есть записаться на пленку она проходила через микшер электронная она проходила через какие-то еще дополнительный компрессор эквалайзер в каждом из которых своя была схема техника именно электронная и она добавляла определенный характер то есть например когда в одну и ту же гитару через два разных прибора эквалайзера пропускаете результирующий звук может быть ну достаточно разным то есть достаточно сильно различаться поначалу как бы на это звукорежиссер жаловали что вот каждый прибор по-разному работает хочется чистого звука и 80 уже появились цифровые приборы то есть когда научились именно преобразовывать аналоговый звук в цифровой об этом я тоже подробно рассказывал в первом выпуске курсов просто о сложном и тогда появилась такая проблема что звук стал очень стерильным то есть до передается его частота передается его кристальности с такой какой звук был изначально такой грубо говоря и предстает для нас цифровом виде но потерялся характеру этого звука то есть звук режиссеры заметили что с таким звуком очень неудобно работать потому что они уже привыкли к вот слышать звук через призму вот этих вот всех микшеров приборов до аналоговых то есть человек человеческое ухо привыкло к вот этим вот искажением к этим дополнительным гармоникам которые подмешивались к нашему исходному сигналу то есть за счет этого звук звучал богаче и звукорежиссеры поняли что ну зря они прям так плохо говорили что провод эти аналоговые приборы но наверное там была еще проблема с шумом потому что эти все аналоговые приборы вносили очень много шума плюс к тому же все записалось на магнитную пленку а магнитной пленкой тоже добавляла очень много шума и своих еще дополнительных гармоний как правило в средние и в низкие частоты поэтому конечно же когда индустрия стала переходить на цифровой звук многие профессионалы стали не понимать вообще как работать со звуком в привычном в примене в привычной манере потому что звук стал уже не таким привычным как был вот и поэтому появилась надобность такие цифровые уже приборы придумывать как эксайтеры которые добавляют вот те самые гармоники для чего я все это рассказывал для того чтобы дать вам понять почему так много на рынке существует разных эксайтеров разных сатураторов у разных фирм они свои там со своими канонами потому что все это берет начало вот в попытке воссоздать вот те самые электронные цепи которые были в прошлом веке и каждый разработчик естественно делал делает по-своему то есть кто-то свои сатураторы ориентирует на транзисторные до цепи то есть например там этот сатуратора он имитирует там транзисторную консоль вот например увы есть очень популярный плагин называется нлс то есть это просто просто обычный плагин который с помощью этой ручки drive добавляет вот эти самые гармоники одной из трех консолей которые были смоделированы разработчиками из фирмы waves то есть там ssl консоль и my консоль и нлс консоль это такие ну известные производители микшерских консолей на которых в основном все работали в середине двадцатого века и вот эти гармоники грубо говоря подмешивая подмешивая их на каждый из канал можно было добиться более вот такого чуть-чуть аналогового звучания то есть конечно же это все не сильные какие-то прям изменения в звуке это ну едва заметно и это мы еще на примерах посмотрим в следующих видео этого курса сейчас просто чисто теория то есть это помогает нам у такие плаги нам помогают добиться вот той теплоты звука которая сейчас в цифровом мире очень востребована то есть несмотря на то что мы работаем в цифре так как это дает очень много гибкости очень много возможностей но мы хотим также и иметь вот ту теплоту и тот объем звучания который характерен именно вот этим старым композициям старым записям которые были записаны там в 60 70 80 года когда еще все основном использовалось в продакшене использовалось очень много аналогового оборудования друзья возможно вы еще не слышали что у нас в лоджик про help есть свой закрытый клуб с телеграм чатом и кучей подарков для всех участников и пусть вас не пугает слово закрытый доступ в клуб абсолютно бесплатный проходите по ссылке в описании к этому ролику заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату к нашей коллекции плагинов сэмплов и пресетов в ту же секунду буду рад видеть вас чате где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом помогают друг другу решать те или иные вопросы а также первыми узнают о новостях и акциях школы лоджик про help жду вас там прямо сейчас welcome и таким образом вот эти плагины стали заполонять рынок то есть очень каждая каждая фирма разработчик но считает долгом хотя бы один плагин эмулирующий какой-то такой аналоговый прибор и гармоники в своем ассортименте иметь на продажу поэтому эксайтеров очень много и у них нет каких какого-то одного шаблона работы то есть как у кого лазеров об эквалайзер мы поговорим в следующем уроке и вы поймете что они все в принципе типичные все сводятся к там к трем к четырем видам что касается эксайтеров это такая очень субъективная вещь то есть тут что-то одно советовать сложно то есть тут надо просто смотреть что подходит конкретно вам что нужно под ваш под ваши цели но как правило все существующие эксайтеры некоторые из них я тоже покажу в этом курсе они свои задачи справляются очень хорошо какие-то лучше работают высоких частотах какие-то лучше работают в низких частотах и так далее и не забывайте про то что есть такие гибридные плагины как например этот эквалайзер до который помимо того что он по сути является именно в первую очередь эквалайзером в нем также есть и сатурирующая схема который эмулирует именно те самые транзисторы которые там встроены были в некий аналоговый прибор на основе которого был воссоздан вот этот вот цифровой плагин то есть это надо понимать и так чтобы срезюмировать давайте как бы какую-то общую я сейчас идею сформулирую чтобы было понятно и итак у нас есть отпечаток звука в виде гармоник то есть наш основной тон и абертона абертона которые нам позволяют поймать тембр услышать тембр этого звука то есть что это за инструмент насколько он яркий насколько он тусклый насколько он низкочастотный насколько он пробивной резкий и так далее все вот эти вот характеры вот эти все критерии по которым мы рассуждаем о звуке они заложены минут в этом спектре далее у нас появляется два прибора которые позволяют нам на этот спектр воздействовать и редактировать его уже после того как он был записан то есть после того как он уже отпечатался в таком виде в котором он есть это первый эквалайзер который позволяет нам как ручкой громкости просто регулировать отдельные частотные зоны то есть какие-то гармоники делать тише какие-то громче и так далее там по ну то менять форму ну грубо говоря как мы как скульптор свою скульптуру там как-то высекает также мы из исходного от этого звука можем высечь какой-то новый тембр именно уже этого инструмента то есть сделать его более ярким более тусклым то есть поменять характер для этого нас есть эквалайзер и эквалайзер у нас работает именно с теми частотами которые есть уже изначально в исходном материале второй тип приборов это эксайтер который добавляет к уже существующим гармоникам нашего звука новые гармоники либо высоком диапазоне частот либо в среднем либо в низком либо во всех например еще покажу сейчас здесь один пример очень популярный это например у айзотоп азон есть эксайтер вот здесь прям как раз таки очень наглядно это показано то есть наш есть наш частотный диапазон и здесь есть четыре полосы то есть четыре независимых эксайтера для каждой из этих полос принципе его работы я также например покажу еще в этом курсе на примерах с аудиоматериалом сейчас просто обзор на расскажу что здесь все делится опять-таки на 4 частотные области которые можем сами настроить и определенную сатурацию вот с такими характерами то здесь есть просто теплая какая-то сатурация опять же как я говорил разработчики закладывать свои понимания во все вот эти вот моменты потому что именно как они слышат и как они воссоздают сатурацию это у каждого разработчика по-своему третер есть есть тейп то есть разработчики айзотоп из айзотоп пытались именно сатурацию пленки пленочной записи воссоздать ламповая ситуация триод это ну собственно транзисторная тут разные транзисторы то все это вот воссоздается вот таким вот легким образом и дальше уже подмешивается то есть здесь можно амал амалут это количество гармоник и микс этой степени их подмешивания к исходному звуку то есть очень понятно то есть сатуратор у нас работают на добавление несуществующих гармоник и за счет этого они меняют опять-таки наш исходный вот этот вот спектр меняют опять-таки характер звука то есть как вы поняли эти два прибора идут как бы рука об руку и служит одной цели изменению частотной характеристики нашего звука но работает чуть по-разному и так тут на этом все думаю что с теоретической водный все понятно и давайте уже перейдем к следующей главе в которой мы поговорим о видах эквалайзеров то есть сфокусируемся пока на эквалайзерах и так увидимся следующем видео